Друзья Молдова Вы знаете, что у меня так идет День готовой еду На позитиве, да? Чтобы руками передавать энергетику позитивную Еде, потому что еда это святое Но Сегодня полазил Как говорит Сережа Сергеевна, в мусорку Ну, в фейсбург И увидел, что Олеж Кангряну Описал статью Так как мы Работаем, ну, как два Боевых братка на пару Двоечка, ну, не троечка боевая Двоечка Значит, статья была Про 2022 Что этот год нашим правительством Объявлен будет Годом ветеранов Ну, как всегда, как мусора, как менты По горячим средам, это всегда Самое быстро раскрываемое преступление Вот, взяла собака след И чух, быренько упаковали Вот Мочались за хорошее настроение Пока мясо маринуется Кус-кус там 20 минут кипяточки Бульончики Мы с вами поговорим Об осиновом коле Кол Понимаете, кол такой? Ну, вампиров мочат Вот Данный кол Это ветераны Республики Молдова Я имею ввиду все Все Потому что у нас Работали ребята, которые были И в Африке И на Кубе И за речкой одной И во многих других странах Вот Поговорим о всех ветеранах Соединим все ветеранское движение Потому что Это и есть Осиновый кол В груди Нынешнего правительства Президента И всех этих Министров Давайте начали Из-за хорошего настроения Всем желаю Вот хотя бы этого Не горд ветеранов Как они обещали Но хотя бы Ксочек черного хлебушка Хорошего табака понюхать Ну Не только понюхать И хорошего коньячка Глоток Нигара, спасибо, родишка Вот Когда будут такие хорошие Темы Которые касаются Лично нас Я буду открывать Твой Хеннесси, дорогой Вот буду смаковать Он у меня там В серванте Да-да-да За дубовыми Дверями Закрыт Все Давайте за вас И начнем дальше Говорить о Осиновом коле Который будет В груди Нынешнего правительства И всех остальных Пасовцев Будь здоровы Я вам скажу Ой, какой он хороший Мама, не горюй Давайте так Есть многие женщины Которые знают Что означают Вот эти три вещи Да, Панама Но я не про мужчин Наш берет И Наш берет Да Это Три таких Знака Различия Сразу скажу Мужество Честь Достоинства Эти головные уборы Означают Вот эти три вещи Чьи достоинства Покажите мне Хоть на одном Из тридцатилетнего Руководства Нашей маленькой страны Хоть один Из вышеперечисленных Головных уборов Вот на ком он был На Снегуре На Воронине На Учинском На Этой Рацимуамут Тимофте На Гимпу На Этом Додоне Ну Майя Санду Еще головной убор Вроде бы не одевала Но Она Ее правительство Гаврилицы Всенародно Прилюдно Провозгласило 2022 Годом Ветеранов Я вам скажу сразу Я ветеран Да Да Вот Я вам скажу Что это точно Они в свой гроб Осиновый Коу Вогнали Почему Потому что Ведя Эпупею 30-летнюю Нашего ветеранского Там Движения Я скажу Что им Кобзда Ну Все не можно Делиться Пизда Наступила И пасу И всему Ихнему руководству Почему Потому что За 30 лет Ничего Не улучшилось Да Да Почему Возьмем простого Допустим Там Депутата Попшой Да О пацан Ну 30 лет Сколько ему там лет Ну не ходил я в Википедии Искал У чувака Две квартиры Там Столько там Чего-то Там Много Чугов Что у простого ветерана Нету Да Значит Есть много Полковников Да Генералов Да Которые даже Не нюхали порох Боевой Но у них всего Столько Будучи На минуточку Ветеранами Ну Попшой Это депутат Это просто Я дал пример Что он молодой Вот Политик И у него уже Ну вроде бы так Минимальный пакет Пару квартир Пару того Есть Да Вот у меня У 50 летнего старика Который Самые Юные Года Отдал С ребятами За То Чтобы у папушоя Что-то было У меня нету Вот весы Да Юный политик Который все имеет Да И простой ветеран Вот В моем лице Да Вот Попшой И кучер Вот Как так Ребята Кто-то еще не родился Висел у папи На Хуботке А кто-то уже Ребят хоронил И собирал их Тела В ящике Из-под патронов А Где я Правда И сейчас ПАС обещал Это все Постановить За 30 лет Да вы что Кого вы там Как Поговорки Напугали бабу Хуем Вы что Шутите что ли Кто возьмется За эту ревизию Кто посмотрит Где кто был Я говорил Год назад Еще поцелуи Зеленский Саша Сказал Что да нет Это невозможно Взять детектор лжи Этот полиграф Нахуй И на площади Каждого Так шеренгу 40 60 тысяч Было 100 тысяч Блять Каждого Нахуй Потратить 2-3 дня Месяца Нахуй И каждого Начинать с генералов С маршалов И заканчивая Простыми людьми Волонтерами Вот Первые должны быть Всякие Маршалы Ебучие И пошло Генералы Блять Эти фельдмаршалы Блять Ебучие Полковники Майоры И все остальное И заканчивая Простым прохожим Который проходил Мимо там Речки И услышал Выстрел И он Пиздец Ветеран Нахуй И сейчас Участуется Во всяком бардаках Нахуй Разбивает Блять Двери В правительствах И все остальное Буздуганами Вот таких Ебать надо И ПАС Это все Постановит Справедливость Блять Будет Ни один Замечу Ни один Президент За эти 30 лет Не сделал Порядка В военной Структуре Ветерана Почему Потому что Каждый Использовал Одного Полковника Одного Рядового Который был там Рядовым Стал полковником При нем И все Все Замечу Сразу Все партии Пользовались Нашими Ветеранами И Использовав Их Выкидывали Пах В мусорку Не всех Были особо Привлеженные Генералы Которые Имели от этого Профит Профит А остальные Так как были в мусорке Так и остаются До сих пор И сейчас Нынешняя Правительство Хочет все Восстановить Вы готовы Вы готовы Взять на себя Ответственность Выебать Всех Генералов Всех Федмаршалов Которые Ведь и с вами Сидят За одним Столом И кушают На тех же Свадьбах Куматриях А Ответьте мне Госпожа Президент Господин Этот Как его Игорь Гроссу Который там Севастопаратисты Бля Танцевал Джигу Джигу Когда его Наши охраняли Пиздец Нужно быть героем Да Рэмбо И когда Наши пришли К парламенту Он даже Хуй вышел Каково это Игорь Гроссов Ась Оборотень Бля Тебя Вирус Правительства Власти Бля Укусил В одно место Ай-яй-яй Так что Я солидарен С Олежкой Гурянов Да Я беспартийный Да Моя партия Это Ветераны Молдовы Простые Пацаны Я ни одного Грамма Ничего Не получил И не получал И не буду получать Ни от кого Моя партия Это Ребята Это их глаза Вот это Мои медали Ордена Моё звание Понимаете Когда мне Звонят ребята Звонят Это факт И говорят О своих Наболевших Проблемах И сейчас Вы не знаете Эти данные Нету Посадить Как Платона Найти Как этого Плохотнюка Наказать Вот Дудок Отдыхает Дудок Где Результат Нету А 30-летняя Тина Ветеранское Движение Вами еще Не познана Там Пиздец Если вы там Вернете Вы там И пиздой Накроетесь Потому говорю Что Этот год Который вы Обозначили Годом Ветеранов Это будет Ваша Крайний Гвоздь В крышке Вашего гроба Политического Да Да Имея данные Вы не решаете Тут вы не имеете И тут такая Тина Малаштины Трясина Прям Это ветеранское Движение Да Молдовы Так что Пацаны Давайте еще По 50 грамм Обидно Знаете что Ну как обидно Обидно Это другое Словно Так сказать Горечь Огромное Огорчение Вот Горечь Горечь Что Мы то еще живы Мы то еще Дышим Да Ходим Кто на одной ноге Кто Вообще без ног Кто без рук Кто через раз дышит Но мы живы А те семьи Которые за 30 лет Не получили ничего Неужели им тоже Нынешнее Руководство страны Президент Отдаст Свои там Пенсионные фонды Там Этот Как его Гросс Отдаст Свои там Зарплаты Не думаю Так что Как всегда В нашей стране Пиздец Полный И я не верю Всегда не погодила Давайте С наступающим Рождеством С наступающим Новым годом По старому И как всегда Я люблю говорить Будем жить Молдова И помнить Тех боевых Ангелов Которые Не видят Этой Блевотины Жизненной Троярская Молдова Бешник Чица Шлам Ну послушаем Другой звук Будет Да Другой звук Не то А так Тоже не то Ну ладно Все Как всегда На поистили С вами Ваш Вечером Будем готовить Естественно В восточный час И как вы мне Ответили На мой Ассалям Алейкум Алейкум Ассалям Будем жить Молдова Молдова Молдова